20-летний Даниил Ильин уверенно зарабатывает себе постоянную прописку в основном составе «Торпеда». Накануне 58-го номера автозаводцев признали лучшим игроком матча против московского «Спартака». Но перед тем, как победитель Кубка Харламова взял очередные очки, для его команды все началось с холодного душа, а точнее сказать, с осечки за две секунды до окончания первого периода. Это Андрей Ермаков неожиданно освободился от опеки и мощным кистевым броском отправил шайбу за шиворот Проскурякову. В справедливости ради стоит отметить, что у голкипера «Торпеда» это была единственная ошибка за весь матч. А вот вся его команда после такой пощечины на второй период вышла по спортивному озлобленной, и это привело к граду голов. На 24-й минуте свою первую шайбу в текущем регулярном чемпионате забил Александр Фролов, а одним из ассистентов здесь выступил Даниил Ильин. Как оказалось в дальнейшем, эта связка опыта и молодости отлично работает. Но до очередного тому доказательства еще успел отличиться Никита Двуреченский на 29-й минуте, а через 5 минут уже Карл Клинберг реализовал численное преимущество автозаводцев. И тут спартаковцы снова подпортили настроение Проскурякову. На этот раз Мэтью Гилрой забил за 11 секунд до перерыва. Но последнее слово все же осталось за нижегородцами, и конкретно за парой Фролов-Ильин. В третьем периоде после активной работы Александра Даниил удачно набежал на отскок и забил свою вторую шайбу за команду мастеров. Просто Ильин день случился в этот вечер на Малоарене Лужников. Кстати, еще в начале встречи торпедовцы остались без своего ведущего центра форварда Владимира Галузина, которому не понравилась чрезмерная активность Кейси Уэллмана. Выяснение отношений завершилось кровью на льду и удалением автозаводца до конца игры. Но и без его нижегородцы размазали красным по льду и разом запрыгнули на третью строчку западной конференции. Григорий Ажигин, Объективно, ННТВ.